А вы народ, с вами Анастезия. Мы начинаем проходить игру под названием Зайчик. Игра это от русских разработчиков, очень крутая визуальная новелла, хоррор к тому же. Это первый эпизод. Игра состоит, по-моему, из четырех эпизодов, по крайней мере, по-моему, говорилось, что планируется четыре эпизода. Скоро выходит второй. Вообще, первый эпизод вышел еще год назад, но я добралась до него только сейчас. Его прошло очень много людей, но, возможно, вы его еще не видели. Ну что ж, начнем. Новая игра. Очень крутая, атмосферная. Я смотрела ее прохождение, но это было очень давно, поэтому я уже ничего, естественно, не помню. Так что буду проходить как будто в первый раз. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Бесконечная песнь вилась, словно веревка, сплетенная из самых разных, тонких, кратчевых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются. И спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они-то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядела на лес, а Чащоба смотрела в ответ своими глазищами дуплами и шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там, за кривыми деревьями, никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение, мне ведь уже двенадцать, но все же... О, лиса. Увидели лису? Убери книгу немедленно. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. Не сутультесь. Убрать. Ну, убрать, ладно. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана-варвара. Все равно я прочитал одну и ту же строчку три раза, ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Смутная тревога распирала. Все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор и угрымого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Будто медуза из подводной Одиссеи Кусто. Или Кусто, наверное, Кусто. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко? А ночью в холодном черном лесу... Ложка выпала из руки. Мама плеснула студенным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? Я достану. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано снизу на столешнице? Карина. Опять Карина. В доме русалок тоже была Карина. Ха, это же мамино имя. Видимо, это она в детстве на коря было чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Да возьми и припомни. В чем дело? Напомнить ей о шалости? Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким вкратчивым голосом. Тайга особое место, дитятка. Она к тебе присматривается, принюхивается. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит зобачок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковая и никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб и называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндивевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек. Но если расфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом... Да не на улице, на стекле! Смотри, вот нос, вот... Ну-ка, доедай! Да-да, сейчас. И ничего не вижу. Живо, совсем немного осталось. А-а-а, вот, но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а, похоже. Прекратите, ну что за дети? Теперь и я не мог отыскать лису. Она исчезла. Ушла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа большой и неторопливый. Ничего себе, папа. Бодибилдер. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Главное, чтобы не из нашей раши. Мама, шутя, все просила папу. Ну сбрей, колется же. Как давно это было? Ой, я случайно пропустила. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа. Ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву Р. Развод. Раз... Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат, разлучат и разведут по-раздым семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова. Опять ты со своей совой. Так ты же вчера мне верил. Никто ключи от машины не видел. Вроде оставлял в одном подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей. А вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова... Не было там никакой совы. Была. Лазюки огромные. Во! И светятся. Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждой величиной с яблока. В прошлом году баба и в шкафу сейчас сова? Ну, я же видела. Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленным мышам... Вымышленными мышами покормить, например. Не подначивая ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрепила лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня связкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из русалочки. Я не понимаю, я... Ну, у родителей проблемы. Ну, типа, у вас двое детей, они еще несовершеннолетние, нахрена вы так собачитесь? Вы что, не можете себя нормально вести? Почему вы срываетесь на детях? Я-то была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто. Их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Да, философский вопрос в 12 лет. Мама ушла в гостиную, и я остался один, обеспокоена, поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. А потом Оле привиделась это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали, на какие хищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. Скажите ей, что это сова из Хогвартса, вот и все. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Еще как могут. Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за блоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой? Быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки. Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Нифига у него, блин, воображение. В школах, блин, такое мочилово происходит крайне редко. Ну, мне кажется. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только и мечтают до теплеуху поставить подножку, придумать очередное прозвище. Еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешенным на стенах. Да ну, очки это круто. Ну, в том плане, что они смотрятся классно. У меня тоже есть очки, но я их ношу редко. В основном, когда смотрю что-то далеко. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую. А ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно. Вы не туда попали. Или Антона нет. Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу? Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Да ладно тебе! Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрепел под напором ветра, да. Скоро он от нее свалит, по-моему. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал соседским перфоратами. Перфоратором, Господи! Бубнил телевизором за стеной, плакал на взрыв из-за квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. Днем тихий и покладистый, тени отдыхают в углах, в паутине чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Что-то смотрит на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Кряхтят половицы, стонут ржавые водостойки, чердак населяют глухие сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко на самой границе восприятия пела флейта. Она словно бы сливалась своим ветром, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение. Что никто не может играть там, в холодной заснеженной ночи. Че? Там, в поле, кто-то танцевал. О, туса! Туса животных. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к субгробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Не вспомнились истории о волках, играющих под луной, но это были не волки. По-моему, там есть волк. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Оу! Танцующие застыли, и я был готов поклясться. Уставились на меня? Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Ой! Сейчас будет скримак. Она скользила, не оставляя вмятинах русском насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул кровать и, успев рывком, задернуть шторы. Меня видели? Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнил о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, заострившимися чертами лица, похожие на московую куклу. А по ножкам стульев, на которые водрузили гроб, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушке и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморченные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь бы увидела внуков. Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И, лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне в синем океане стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, а раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, мертвое к мертвому, живое к живому. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя выпустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным и вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому, живое к живому. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Знаете, это все так в духе страшилок у костра. Затем дернулось раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть, мокрые пальцы комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас... Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишела в прожорливой пасти проема. ТО... ША... Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Блин, у меня аж мурашки. Мрак был паутиной, облепившей углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. ТО-о-оша... Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь, Тоша? Ха-ха-ха... Блин, это ты маленькая... Засранка. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готов был вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. Пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему он спящий красавица и принц, а у меня это страшная птица? Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Да, да, сейчас. Это гребанная визуальная новелла. Почему она такая страшная? Ух ты. Тут даже такие вставочки есть. Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться на Доле и этой ее совой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Сейчас узнаете. Настырные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. В шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Тоша, подойди-ка сюда. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. О, дяди полицейские. Два милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машины с мигалками, обычно кривилась и ворчала. Хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста, ты его не видел. Милиционер протянул мне фотографию. Киса. Рыжий паренек лет восьми был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и Шарко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Да из дома-то почти не выхожу. А может видел в окно? Да, у тебя ведь окна на лес. В окно? Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд. Долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно ссутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на в новом месте? Вы привыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Серые глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты малец на племяша, на племеша, мы его похож, на пельмешку. Шустрый парнишка твоих лет с такими же окулярами. Все книжками зачитывался, детективами. Когда я летом погостить приезжал, говорил, что в школу милиции мечтает поступить. Как я хотела людям помогать, смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома, не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В шестом. Друзей ты на новом месте еще не завел? Пока нет, я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если вы знаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой те один запах дешевого води колонны и фотографию улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Вот мне интересно, тут будет мистика или же это все-таки воображение детей? Потому что кошмары вполне могут быть заразны. И, по-моему, это даже как-то называется. Когда коллективные галлюцинации, когда люди видят одно и то же. Я думала, каково ему сейчас там совсем одному. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково я бы бедным родителям. И что бы делали мои, если бы пропал я? Плакали, бились в истерике. Или обвиняли бы друг друга, как обычно. А со временем мы вовсе забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так, бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский уазик укатил к деревне. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии Черный котенок, которые я сам прочитал за лето. Почему они выделены? Типа, тут можно что-то сделать? А, окей, продолжить. А это что? А, это словарь. Прикольно, баба. И в славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. Уазик, советский и российский грузы, пассажирский автомобиль, повышенной проходимости, внедорожник, выпускавшийся на Ульяновском автомобильном заводе. Черный котенок, серия книг современных российских переводных детективов для подростков. Понятно. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений, бац, и раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и, должно быть, родители ими страшно гордились. Я заметила оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найду пропавшего мальчика? А там и награду дадут. Вот Оля обрадуется. И не только Оля, мама с папой. Да, конечно, что-то мне кажется, мама с папой за вас будут радоваться в последнюю очередь. Вдруг они на время забудут про свои перепалки? Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р»? «Одеваясь, я фантазировала, как куплю Оли, Тамагочи, о себе, плеер и много-много кассет». Кстати, смотрите, что у меня есть. Тамагочи микс, который сдох благополучно на пятый день. Вот такая вот я офигенная мама, да. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. «Когда в последний раз родители покупали нам игрушки?» «Осенью, кажется». Тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелось в навязчивой песне. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости. И один шоколадный батончик папа делил поровну. Мне и Оле. Бывало, я отдавал ей и свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого. Она же малявка! Не терпелась скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже. Пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду, в лес не пойду. Что я тебе сказала, мне дважды повторять? Лучше портфель собери или с Олей поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. И чё теперь вообще из дома не выходить? Это означало, что спор окончен. Последнее слово остаётся за мамой. На кухню открыть... Ну-ка, чё тут есть? Тёмная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами. Но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвии недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку. Она считает, что там живёт Бабай. Нет, там живёт Гарри Поттер. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу. Слушать, как Оля считает снаружи. Три, четыре, пять. Я иду искать. И придёт, скрипя половицами, робко надеясь, что не придётся соваться за мной в тесное логово Страшивы. Всё, тут больше ничего нет. Чё на кухне? Открыть. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли. А теперь тут только суповой набор до слипшейся пельмени. Как же они осточертили. Да ладно тебе, пельмешки вкусненькие. Кстати, у меня там лежат эти, как его, крабовые палки. Надо сожрать их. МЧС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, к региону приближается циклон, из-за которого ожидается сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Будьте осторожны и берегите себя. Ага, берегите себя и своих близких. Пойдём. Я так понимаю, всё равно сварим. Антон, сейчас ремня получишь. Не шагу за порог. А чё? Чё вы хотите, чтобы я сделала? Это распятие видела стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Чёрная, словно впитавшая в себя все людские пороги за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову. На счастье. Но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стула. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Офигенно. Так, больше тут ничего нету. Ага. Родители запрещают мне звонить по межгороду. А так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, я просто снимаю трубку, слушаю тихое уханье зумеры и далёкий треск. Кажется, будто ветер воет в обледеневших проводах. Так, чё ещё тут есть? Юла. Мамина Юла, семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутила Оля. Всматривалась в танцующее веретено, словно хотела увидеть там что-то. Сказочный сюжет или, может, наше будущее? Теперь и сестрёнка слишком взрослая для старой писклявой Юлы. Это всё, что тут есть? Так, ну я вроде больше ничего не вижу. Может быть, ещё раз посмотреть, что тут есть? Антон, брысь из кладовки, кому говорю? Да ладно тебе. Чё ты взбухаешь-то? На кухне можешь что-то сделать? Ветхий, покрытый пятнами календарь, когда-то был моим любимым развлечением в доме бабули. Помню, как просыпался и первым делом бежал на кухню оторвать листок с ушедшей датой, словно от меня зависело, настанет новый день или заплутает где-то в таёжном лесу. На сутки ближе к долгожданному Новому году. На сутки ближе к бабушкиным похоронам. К этому старому календарю я не прикасался уже много лет. С тех пор, как описания на обратной стороне сменились в забавных пословиц и приметно тёмные и мрачные, вгоняющие меня в необъяснимые ныне заговоры на смерть. К сожалению, жуткие описания с детства так никуда не пропали. Везут бревно на семи лошадях. Если семь не повезут, восьмую подпредут. Далеко увезут и назад не привезут. Это сбудется да не минуется. Я скомкал серый лист и швырнул его в мусорное ведро в надежде поскорее избавиться от наклынушей на меня от тревоги. Она расползлась, как чернильное пятно по промокашке. Так, может, с мамкой поговорить? Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая и экран весь в полосах. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих? Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдём в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Хм, нормально же, работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки, а фартук и хмурясь отправилась в комнату Оли. Всё, можно валить. Пошли. И, ребята, на этом мы с вами закончим. Продолжим следующую серию. А пока что всем спасибо за внимание. Надеюсь, что игра вам понравилась. Всем удачи. Всем пока.